МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый ТИИН должен быть на счету. Сберечь их и даже приумножить могут помочь меры по энергосбережению. Если считать, что самые крупные 50 промышленных компаний Казахстана потребляют 40% энергии от всего выработанного объема, то работы необходимо начинать именно в этом направлении. О существующих механизмах и новых технологиях, которые призваны изменить ситуацию, в сегодняшнем выпуске. Энергосбережение Энергосбережение – это один из серьезных инструментов модернизации производства. Эксперты считают, что его можно включать в перечень антикризисных мер. Однако, чтобы выяснить объемы потенциально сберегаемой энергии, для начала необходимо провести энергоаудит и лишь потом приступать к реализации плана мероприятий. Оптимизировать меры по энергосбережению помогает модель ЭСКО, или энергосервисная компания. Заключая договор с таким юридическим лицом, вы получаете пакет услуг по повышению уровня энергоэффективности и энергосбережению. За счет сэкономленных расходов, которые могут занимать львийную долю бюджета, энергосервисная компания покрывает свои затраты и получает прибыль. О применении такого механизма говорилось в президентской программе «Сто шагов». Весь механизм заключается в том, чтобы возврат вложенных инвестиций идет через сэкономленные энергоресурсы. По этим механизмам весь мировой опыт есть большой. В мире многие страны этим механизмом пользуются. Допустим, очень сильно хорошо развит этот механизм в Германии, где этот рынок около 3 миллиардов евро составляет. Где-то 500 компаний работают. Есть опыт, который мы изучаем в Японии, Южной Корее. Подробнее остановимся на опыте Южной Кореи. Страна активно ведет борьбу с ростом внутреннего потребления энергии. Пока корейская корпорация управления энергетикой не в состоянии удовлетворить спрос на электричество, поэтому работа, которую проводят энергосервисные компании, является большой помощью. В Южной Корее еще 4 года назад количество предприятий составляло порядка 230. Если взять в пример немецкий рынок энергосервисных компаний, то здесь в финансировании проектов принимают участие еще и третьи стороны. В промышленном секторе договоры заключаются сроком до 3 лет. При этом уровень энергоэффективности должен колебаться от 10 до 38%. К слову, немецкое энергетическое агентство ДЭНа проводило для Казахстана аналитические исследования в области энергетики и выступало консультантом в создании необходимой законодательной базы. Немецкое агентство ДЭНа — это центр энергоэффективности и интеллектуальных энергосистем Германии. Мы поддерживаем правительство, разрабатывая новые законы по энергоэффективности. В то же время мы достаточно близки с индустрией, чтобы быть в курсе их нужд. Мы помогаем этому сектору расширить возможности в энергоэффективности. Мы разрабатываем различные платформы. К примеру, одна из них может быть связана с темой по хранению энергии, другая рассчитана на новые газовые концепты, третья — охватывает сектор обслуживания энергосистем. Именно так, содействуя с правительством и частным сектором, мы находим решение существующих проблем. На основе всех этих данных мы предлагаем законопроекты правительству. Немецкое агентство также участвовало в проведении программ обучения для казахстанских энергетиков. Такой положительный опыт должен дать новый виток развития ЭСКО в Казахстане. Сейчас Институт развития электроэнергетики будет трансформироваться в оператора данного рынка. Таким образом будет создана площадка, которая будет помогать всем заинтересованным сторонам. Сейчас Институт разрабатывает необходимые законодательные поправки, которые будут способствовать полноценному развитию механизма ЭСКО. В трех законах мы соответствующие проекты, предложения дали, она прорабатывается, чтобы вот эти бюджетные организации могли проводить конкурсы и заключать такие договора долгосрочные. Это в первую очередь, в течение трех-пяти лет в любом случае бюджет должен выделять деньги для ремонта, текущего ремонта школы, потом через определенное время капитальный ремонт должен быть. А ЭСКО как раз делает определенный ремонт, как раз где идут основные потери. В этом отношении бюджет экономит. Во-вторых, на текущих платежах за энергоресурсы экономит. И это вот двойная экономия будет, это бюджетных денег. Чтобы сберечь киловатт энергии дома или еще где-либо, достаточно выключить свет в пустом помещении или отключить розетки, которыми вы не пользуетесь. Однако установить умную систему управления сбережением энергии на промышленном предприятии намного сложнее. Согласно проведенному анализу, наши промпредприятия имеют огромный потенциал энергосбережения. В горнодобывающей промышленности мы выявили, что в среднем можно сэкономить от 3 до 7% годового потребления энергоресурсов. Допустим, в электроэнергетике немножко сложнее, потому что, чтобы достичь хорошего эффекта энергосбережения, нужно вкладывать очень большие деньги. Поэтому экономически оправданный потенциал энергосбережения составляет от 5 до 10%. Также мы посмотрели отрасль машиностроения, в котором происходит около 20% потенциала. Также по нашему анализу было выявлено, что в металлургии самый большой потенциал энергосбережения, вот в металлургии. 13,5 миллионов долларов можно сэкономить в год на одном только металлургическом феррасплавном заводе ВАКСУ. Возможно это с помощью устройства измерения электродов Сергея Смаилова. Изобретением инноватора уже заинтересовались несколько компаний, а в сентябре изобретатель едет представлять свое ноу-хау в Южную Корею на выставке Global Green Hub. Суть самой технологии заключается в применении очень точного автоматизированного устройства, измеряющего расстояние от электрода до расплава. Использование предлагаемого изобретения позволяет осуществлять контроль и управление технологическим процессом рудотермической печи, тем самым появляется возможность сократить расходы на электроэнергию не менее чем на 10%. Проблема энергосбережения, энергоэффективности, аккумулирования энергии четко и хорошо прописана в концепции развития, инновационного развития Казахстана. Это раз. Второе. Также составлен перечень технологических задач, которые составил НАТОР, вы знаете, Национальное агентство технологического развития, которые непосредственно работали с промышленностью в прошлом году. И они собрали, просто-напросто спросили, какие у вас есть проблемы, и они поставили эти задачи. Вот в числе этих задач находится как раз энергосбережение в сфере металлургии, то бишь наш проект отвечает госзаказу, если проще так даже сказать. По словам изобретателя, данная технология не потребует от завода внесения сильных изменений в процесс производства, она легко адаптируема. Другой вопрос, изъявит ли желание сами промышленные компании покупать и устанавливать такое оборудование. К примеру, с помощью того же ЭСКО, поскольку нередко случается так, что даже законные требования проведения энергоаудита воспринимаются ими негативно. Хотя сейчас в Казахстане все предприятия, включенные в Государственный энергетический реестр, обязаны проводить энергетический аудит. Все-таки какое восприятие этих субъектов ГЭР? Что это обязательство, которое государство перед ними, или это стимул, чтобы сберегать энергию? Все-таки это кнут или пряник? Можно разделить на две категории. Есть предприятия, которые понимают, что для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, им нужно снижать затраты. И в первую очередь это, конечно, помимо затрат на сырье и так далее, в первую очередь нужно смотреть энергетические сдержки. Насколько можно снизить энергетические затраты? В первую очередь это потери. Насколько можно снизить эти потери? Построить долгосрочную макроэкономическую политику, не подумав прежде о зеленых инвестициях в энергосбережения, невозможно, сетует эксперт Университета Британии Елена Калюшнова. Да и успешные результаты можно будет увидеть лишь через несколько десятков лет, утверждает профессор. Мы можем сохранять энергию только до определенного момента. Если у нас идет экономический рост, потребление энергии, оно будет возрастать в любом случае. И если мы хотим сберегать, то надо понимать, что есть определенный предел, до какого предела мы можем сберегать. Но опять же, любая красивая политика требует финансовых средств. И когда мы говорим, что мы собираемся делать энергосбережения, надо четко отдавать себе отчет, можем ли в плане финансов мы это себе позволить. Как раз-таки над этим вопросом работают в Казахстанском институте развития электроэнергетики. Сегодня ведутся переговоры с Международным банком реконструкции и развития о создании фонда энергоэффективности. По их мнению, это должно стать стимулом обеспечить трансфер технологий и привлечь инвестиции в нашу страну. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!